Популярно ли нынче работать на селе и кого берут в комбайнеры, об этом мы поговорим с бригадиром комбайнеров Александром Шулейкиным. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Александр Владимирович, ну вы комбайнер. Да, мы комбайнер. Профессия, которую вот прям само называют комбайнер. Я так как сельской местности родом, я прям вот помню эти все замечательные времена. И скажите, а вот учат ли где-то на комбайнеров? Это отдельная специальность? Или от отца к сыну? Ну, как правило, все-таки на комбайнеров учат. Это образование получаешь в школе, когда мальчик заканчивает школу. Дополнительно. Дополнительное образование, это будет в школе получаться. Александр Владимирович, вы как попали? В школе так же? Да, я со школы. Сколько лет вы уже комбайнер? Пятый год, четвертый. А, вы только начали. А вы так недавно школу закончили? Нет, мы школу закончили давно, но комбайнер он недавно начал работать. А вот что вас подтолкнуло? Почему вот именно комбайнер? Вообще, мне кажется, профессия комбайнера, это так романтик должен быть сам по себе человек. Это очень интересно и увлекательно. Ну, смотрите, комбайнер, я не понимаю, я знаю, что это сезонная. Это сезонная профессия, да? Да, это сезонная. Да, а вот когда сбор урожая прошел, вы кем работаете? Водителем. Водителем, да. Ну, вот скажите, вот сейчас, грубо говоря, сельские направления, ну, не модные, да? Люди хотят там журналистика, юриспруденция, менеджеры. Вот, а вот на комбайнеров как-то не очень идут. И скажите, вообще есть нехватка специалистов, хотя вот перед вами был гость, говорил, у нас 100% комбайнеров хватает. Ну, вообще, идет молодежь? Идет, но неохотно. Как бы, самое главное, чтобы специалисты были хорошими. Это вот тракторист, нужен он тоже должен быть специалистом. То есть, вся техника сейчас компьютеризирована. Приходится работать в таких условиях, что нужно быть громадным человеком. Александр Владимирович, а вот почему не идут? Потому что мало платят. Я думаю, все-таки... В частности, не хочется работать, хочется чего-то нового, не знаю, каменных джунглей. Скорее всего, хочется каменных джунглей. Но сельское хозяйство, поверьте, это очень интересно. И достаточно, если начать заниматься, им будет нравиться. Ну, а вот то, что заработка касается, хорошо платят? Да, вот то, что заработка, да, в принципе, достойная зарплата у трактористов, у механизаторов и у комбайнеров. 5-6 тысяч? Да, нет, вот 30 тысяч зарплаты. Ну, за приличную зарплату. А вот знаете, Александр Владимирович, я говорю, я сам из деревни, вот я помню вот эти, когда я был в детстве... Почему комбайнером не стал? Комбайны Нева были, там вот эти красные, где белыми буквами Нева, ну, такие, там, такие прям на них без гордости смотреть нельзя было. Ну, было все-таки ручное управление, все было ручное. А сейчас вот я вижу, что комбайны полностью автоматизированы. Насколько знания должны быть, вот, современные, компьютерные? Это уже не просто молотком постучало, он поехал. Ну, да, молотком там вообще не приходится стучать, а знания должны быть, ну, даже, можно сказать, высшее образование потребуется. Потому что компьютер, сопровождение, ну... Это все на плечах комбайнера, да? Да, это все висит на плечах комбайнера. А вот какие культуры собирают, да, что заготавливают? Ячмень, пшеница, овес, зерновые культуры в основном на комбайнах. А вот еще с детства, я вот, помнишь, фильмы про комбайнеров, вот эти советские, где там, даешь пятилетку в три года, там, с утра до утра, там, вот они круглосуточно собирались. Сколько вот рабочий день во время, вот, в пик работы, в пик сбора урожая? Все зависит от погоды. Рабочий день у комбайнера очень длинный. Заканчивается он порой... Он перетекает в утро, да? Практически утро, да. В рабочее утро. Ну, а вот у нас написано, что вы бригадир, да? Сколько у вас в бригаде? Десять комбайнеров, десять комбайнов. А есть сейчас какие-то вот соревнования, как там, переходящие к месту знания? Это естественный здоровый азарт у каждого комбайнера, как бы это было всегда. А, ну, это кто больше соберет? Да, это кто больше соберет урожая. И что дается? Какой-то нагрудный знак, почетный знак или это так? Денежная премия надежная дается. Это все вознаграждается денежной премией, конечно. Какой у тебя знак нагрудный? Ну и как, у вас битва идет сейчас? Да, битва идет. Битва идет, ну, заканчиваем, битва заканчивается, но все еще в процессе. Вы в лидирующих позициях? Да. Желаем вам удачи. Спасибо. А скажите, результат-то какой? Сколько центеров или сколько вам надо? Вот нам, чем больше, тем лучше. Нет, нет, а вот сейчас результат у вас какой-то. На сегодняшний день. Урожай какой-то собранный сегодняшний день? Да, да, вот ваша бригада, что вы... Наша бригада. Порядка 7 тысяч тонн. Вау. 7 тысяч тонн. Вот. А ты центнер, центнер. Ну что ж, Александр Владимирович, еще раз удачи вашей бригаде, денежной премии вам. Спасибо. Ну и чтобы люди шли работать к вам, на тракторах, водителям, на комбайны, удачи и хорошего завершения урожая. Он будет себя плохо вести, я его к вам отправлю. С удовольствием премию. Спасибо, все, я уже трудоустроен, если что, спасибо. Ну а у нас в гостях был бригадир комбайнеров Александр Шулякин. Ну не только бригадир, бригадир бригады, которые в передовых. Да. Да, 7 тысяч тонн уже собрали.